Дорогие друзья, здравствуйте, с вами Футбольное обозрение и я Евгений Минархович. Последний матч в рамках тура чемпионата страны наша Славия Мозырь проводила в Борисове. 17 мая пятничным вечером на Борисово-Арене проходил матч 8-го тура 34-го чемпионата Республики Беларусь по футболу высшей лиги. Местный БТ принимал нашу Славию Мозырь и несмотря на два поражения в последних матчах, оба, кстати, со счетом 0-1, именно Полесская дружина виделась фаворитом всего спортивного футбольного противостояния. Основной состав нашей команды на эту игру был следующим. Артем Сорока, Кристиан Дросс, Роман Грибовский, Владислав Ложкин, Алексей Иванов, Владислав Полос, Сергей Сазончик, Андрей Шемрук, капитан команды Павел Чикида, Андрей Залеский и Кирилл Кириленко. С первых минут наши игроки атаковали ворота соперника, вот правда здесь удар Владислава Ложкина был уж очень неточным. Как всегда, подопечные Иван Сергеевич и Биончика шли в прессинг, пытаясь затруднить действия оппонента уже у самых его ворот. Не чурались хозяева поля жесткой борьбы в борьбе за мяч борисовчане, порой использовали широкий арсенал приемов. Нашей команде в атаке не хватало малости для эффективного завершения, а борона команды хозяев поля хоть с трудом, но справлялась с угрозами. Достоит отметить, что на матче, согласно протоколу, было 2046 человек. И видное место занимал гостевой сектор, там расположились поклонники Славии Мозырь, активно подбадривающие свою родную и любимую команду. В одном из эпизодов в мяч даже попал створ в ворот, но это был скорее пас Владислава Полоза, нежели удар и голкипера БТ Арсений Скопец без труда завладел мячом. Что до атак борисовчан, то они становились все острее, и вот уже мяч свистит рядом с каркасом наших ворот. Еще ситуация, но тут надежен Андрей Залейский. Новый эпизод. Игра потихоньку, помаленьку начала менять свой вектор. Как это нередко случается, рефери у кромки поля общался с тренерами. В данном случае наставник БТ Игорь Николаевич Кирюшенко имел беседу с главным судьей матча. А тут момент, который мог иметь продолжение в виде пенальти, как показалось многим, пусть неумышленно, но все-таки сыграл, по всей видимости, футболист БТ рукой. Однако судья решил, что встреча может продолжаться, и момент, как-то говорят, был заигран. Прекрасный рейс со стороны Павла Пашевича. 15-й номер команды хозяев поля вышел на ударную позицию, пробил, но мяч не попал в ворота. Как оказалось, задев по пути кого-то из наших игроков, так как был назначен угловой удар. К углу поля подошел Олег Никифоренко. Он и исполнял корнер, который привел к первому взятию ворот. Наших ворот не достал мяч Артем Сорока. Правда, Владислав Русенчик, 24-й номер Борисовчан, тоже не допрыгнул до цели, однако отлично среагировал. 19-летний капитан БАТЭ Александр Мартынов, подставивший ноги и от нее мяч угодил в голову Андрею Залескому, пытавшемуся выявить его. Это самый мяч из ворот, но получился автогол. Очень досадный гол для нашей команды и, конечно, такой долгожданный для хозяев поля и их болельщиков. 15-й минута матча 1-0 в пользу Борисовского БАТЭ. К сожалению, по истечении третьего первого тайма наша Славия Мозрь уступала. Конечно, парижские футболисты попытались сравнять счет как можно быстрее. Были угловые удары, но Борисовчане, вдохновленные своим голевым успехом, не собирались так просто. Терять лидерский статус в матче. Достаточно уверенно играл 18-летний голкипер Борисовчан Арсений Скопец. На выходе он был смел и эффективен. Уделяя внимание обороне, представители БАТЭ не забывали и об атаке, хотя моментов, подобных голевому, больше не случалось. Но перспективные атаки, заметим, были. Штарфные удары заставляли мозорских болельщиков наблюдать за полетом мяча, за тейп дыхания. Ну а наши футболисты Мозори всячески старались найти путь к воротам соперника. Пытались всевозможными способами. Заработать первый гол в матче, но, к большому сожалению, несмотря на все попытки подопечной Иван Сергеевича Биончика, не могли сравнять счет. Иногда казалось, вот-вот еще чуть-чуть и гол в исполнении гостей состоится, но каждый раз что-то мешало нанести точный завершающий удар красно-черным. Угловой удар и удар головой Андрея Залесского на сей раз мимо цели. Момент у наших ворот и в данном эпизоде хорошо сыграл Артем Сорока. Тут удар Владислава Ложкина из не самой удобной позиции и мимо. Еще один неточный, сильный дальний удар Борисовчан. А здесь шпагат Кристиана Дросса, возможно, спас нашу дружину. От второго пропущенного гула хорошее чувство игры и превосходная растяжка. Кристиан Дросс. Угловой от Батте с последующей доигровкой, к счастью, счет на лобло, остался прежним. Напряженная борьба накаляла страсти. Игроки уже выясняли отношения не только посредством игры. Видимо, недовольные ходом матча действием подопечных главный тренер Слави Мозырь произвел тройную замену уже на 40-й минуте. Что несчастно увидишь встречи к чемпионату страны. Романа Грибовского, Сергея Сазончика и Андрея Шемрука заменили. Александр Джигейра, Юрий Кузнецов и Павел Котлеров. Который наряду с Иваном Грутько получил вызов в молодежную сборную Беларуси на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 2 по 10 июня. После чего последуют игры на Мальте с тамошней сборной командой. И, кстати, в расширенный список национальной команды Республики Беларусь для учебно-тренировочного сбора с 3 по 13 июня включены Павел Чикда и Кирилл Кирилленко. А учитывая игру за сборную Беларуси до 15 лет, Владислава Дронова и Никиты Зелимова можно порадоваться за представительство футбольного клуба Слави Мозырь в национальной команде Республики Беларусь различных возрастных категорий. Возвращаясь к матчу, Батэ Славия Мозырь отметим сей угловой удар, еще один корнер и констатируем хорошую игру головой в обороне футболистов Батэ. Хотя и в целом защитными действиями своей дружины Игорь Николаевич Кривушенко может быть доволен. В первом тайме хозяева поля гол не пропустили, сами забили и ушли на перерыв при минимальном, но все же преимуществе в счете. В завершении рассказа о первом тайме удар Кристиана Дросса и свисток на перерыв, после которого команды вернулись на поле в тех же составах, в каких они и заканчивали первую половину встречи. Одна из наших атак левым флангом Владислава Полоза. Он пробивался к воротам соперника и получилась даже передача на Пабла Котлерова, которая, к сожалению, не сориентировалась в ситуации. Возможно, если бы Паша ударил сходу, получился бы удар на загляденье и гол, но частица быт, так часто применяемая в спортивных описаниях, момент славе и мудр не вернет. Здесь уже реет Андрея Панюкова, прерванный нашими игроками. И как всегда, здесь на 53-й минуте стадион встал в память об Анатолии Анатольевиче Капском, основателе футбольного клуба БАТЭ, ушедшем от нас на 53-м году жизни. Трудно переоценить вклад Капского в отечественный футбол, и та же Бориса Варена появилась во многом благодаря его усилиям. Вечная память. Через 10 минут после начала второго тайма нашей дружине удалась хорошая атака, которая могла завершиться голом, если бы расторопней действовал Владислав Ложкин на пятачке перед воротами борисовской дружины. Отметим отличные действия на подыгрыше Кирилла Кирилленко, его отличный пас и не самые удачные действия нашего нападающего Влада Ложкина, который не сумел перевести мяч в ворота соперника. Через минуту наш угловой от Кристиана Дротца хорош на выходе Арсений Скопец, после отскок. Хороший пас Кузнецова на Павла Чекида, удар слета с острого угла вратарь. Тут прорыв Борисовчан к нашим воротам. Коллективными усилиями оборонцы Славия и Мозырь справились. 61-я минута и первые замены в БАТЭ. Захара Гецелова сменил Кирилл Черноук, Андрея Паникова, Александр Ануфриев. Что интересно, оба этих нападающих поиграли за нашу команду. Быстрый розыгрыш штрафного от борисовской дружины не точно. И наш розыгрыш аута, тоже без особого успеха для атакующей стороны. Еще один сильный, дальний, опасный, хоть и неточный удар. И наша очередная замена. Эрмек Кенживай вместо Юлия Кузнецова, который отыграл 5 минут в первом тайме и четверть часа во вторую половину игры. Ну, видимо, Иван Сергеевич Биончих хотел видеть другой игровой рисунок, для чего вышел киргизский полузащитник полезской дружины. 67-я минута Александр Ануфриев, видимо, раздосадованный, что за нарушение, как он считал на нем, не был назначен штрафной и решил отомстить первому попавшемуся футболисту Славии Мозырь. И так оказался сбит Кристиан Дросс. А седьмой номер БТ получил предупреждение. Возникла даже небольшая стычка. За партнера вступился Андрей Залески, но страсти улеглись. Игра продолжилась, и наша команда все так же пыталась сравнять счет. А соперники, довольно сильно порой действуя в защите, успешно обороняли свой последний рубеж вороны. Штрафной удар от Дросса, но удар был заблокирован соперником. Удар в створ ворот головой от Александра Жигера после аутоизброса Алексея Иванова вратарь. Борьба и желтая карточка на 72-й минуте Владиславу Ложкину. Тут же творческие споры, непременные атрибуты упорного спортивного противостояния. Нашей атакой после флангового прострела Павла Котлерова еще один воспитанник Славии Мозырь Влад Полов с касанием щечкой пытался перевести мяч в ворота, но на пути встал капитан БТ Александр Мартынов. К сожалению, последующей главой нам особых дивидендов не принес. Финальный свисток был все ближе, а табло по-прежнему являло миру 1-0. На 77-й минуте в составе нашей команды произошла пятая и последняя замена. Вместо Александра Жигера на поле вышел Николай Рябых. И, кстати, для воспитанников футбольного клуба Славии Мозырь это была первая игра чемпионата страны 2024 года. А это уже атака борисовчан, как часто случалось в этом матче. Атака с не самым точным завершением. Довольно перспективный рейс с нашей стороны, но защита БТ была в тот вечер хороша. На 84-й минуте за непочтительное, скажем так, обращение с соперником предупреждение удалось Армек Кенжибаев. Тот же замена у БТ вместо Виктора Сотникова Егор Есипов. У главой БТ мяч кулаком выносит подальше от ворот Артем Сорока. Ну а это самый верный шанс нашей дружины сравнять счет в концовке матча. Но Влад Ложкин не сумел воспользоваться прекрасной передачей Кенжибаева. Очень жаль, а ведь был бы прекрасный гол, но... У главой БТ и удар, удар в упор головой Александра Ануфриева с отскоком от газона мяч ушел за ворота. Реальнейший шанс Борисовчан забить свой второй гол. И это, конечно, бы сняло все вопросы о победителе. Еще момент, и право, если бы здесь судьба была чуть благосклоннее к Александру Ануфриеву, получился бы гол даже не месяца, года. Прекрасная игра в концовке нападающего, который с 2018 по 2020 год защищал цвета Славей Мозырь. Концовка матча прошла словно под знаком Александра Сергеевича, который в контратаке БТ едва снова не забил гол, но на этот раз штанга была на стороне нашей команды. Вообще, в эти минуты Борисовчане действовали так, как будто это им, а не Мозырянам нужно было сравнивать счет. Словно дополнительную скорость включили футболисты команды хозяев поля. Уже в добавленное время состоялась последняя замена в матче. Вместо Данила Жульпа Вадим Киселев вышел на поле. А после Славей Мозырь отдала всю себя для того, чтобы забить гол. Но поражение на Борисов арена, которое по-прежнему остается для нашей команды заколдованной. Сложно комментировать. Хотя, почему сложно? Очень хорошо комментировать. В первую очередь, наверное, что хотел бы это поблагодарить болельщиков. Внушительная группа. И, сказал бы, команда приехала поддержать. И бесспорно, в первую очередь, хотел бы отметить их, поблагодарить. И, сказать, большую благодарность. И одновременно извиниться за то, что была сегодня невразительная игра. И одновременно невразительное поражение. Поражение, которое несложно аргументировать. Сложно как-то объяснять. И сложно как-то говорить. Вот, соответственно, в первую очередь, наверное, извиниться перед болельщиками. Наверное, больше особо. И мне нечего сказать. И еще раз поблагодарить болельщиков за то, что приехали. И поддержали. И были до конца с командой. Да, большое спасибо им. Далее последовали вопросы прессы. Первая из них – о причинах сухой серии нашей атаки. И есть ли объяснение другими словами тому, что Славя Мудрюжу третий матч подряд не может забить гол в ворота соперников. Есть объяснение. Знаете, каждый отдельный матч, это коллеги сейчас ваши так же, пока до сюда дойдешь, подготовишься ко всем вопросам потенциальным. Вот, и, конечно, каждый отдельный матч – это каждая отдельная ситуация. Сословно было это один ракурс и одна ситуация. С Гродно это была другая ситуация. Сегодня это, в общем-то, и так же совершенно предположенная ситуация. С одной стороны, можно было бы пенять и говорить о том, что да, есть ошибка, после которой забили гол. С другой стороны, соперник все-таки забил гол, и мы не были достаточно настойчивы, чтобы заставить соперника ошибиться и самим забить гол. Факт остается фактом, и бесспорно не хватило нам и страсти, и агрессии, и динамики. Ну, я думаю, что так стоит говорить. А ловить какую-то тенденцию по трём матчам, я бы не спешил бы и не стал бы об этом говорить. Был вопрос и о тройной замене на 40-й минуте, причём два игрока из тех, что вышли на поле, во втором тайме, в свою очередь, были заменены. Ну, Джагира – это травма, это очевидно. А Кузнецов также, спасибо вашим коллегам, подготовился, да, сейчас пока шёл, все вопросы. Кстати, вам надо тоже всем участвовать в этом процессе, вот, чтобы не повторяться друг за другом. Учитывая, что вам тоже надо контент, и надо хороший, хороший инфоповод. Вот, и Кузнецов – это вопрос структуры, вопрос организации, да, человек к нам недавно добавился, и надо было более стабильной структуры, более стабильной организации, и не более чем, вот, и никаких тут подводных течений нету. Парень хорошо играл, хорошо действовал, и хорошо, в общем-то, себя показывал. Вопрос, опять же, что надо было более стабильной, более такая уверенная структура для организации игры. По поводу тройной замены, опять же, не буду повторяться, да, подготовили уже, и говорил я об этом, что было хорошее достаточно начало, несмотря на ранний гол, было достаточно возможностей, возможностей для игры между линиями, возможностей для организации игры. Не было, скажем так, такого давления, которое не позволяло бы организовывать хорошо атаки. Вот, вопрос в том, что хорошо влазили, хорошо организовывали, но на каком-то этапе самоуспокоение, и больше начали играть на сохранение мяча, нежели на те потенциальные ресурсы, которые были в игре. Вот, мы их начали игнорировать. И это спровоцировало, надо было нападающего, который предлагал бы за спину, и мы это увидели, надо было человеку, который бы динамичнее предлагал между линиями, и надо было крайне защитник, который играл бы вверх, играл бы вперед, и де-факто мы эту ситуацию видели в концовке тайма, что мы стали более агрессивны и более динамичны. Тут стоит пояснить, что сразу после матча еще на поле тренер дает интервью представителям телекомпании «Беларусь». И некоторые вопросы, которые встречались Ивану Сергеевичу от телевизионного журналиста, перекочевали и на пресс-конференцию. Ну а в завершении общения с нашим главным тренером еще один ответ на предмет выбора голкипера на следующий матч, а также оценки действия Артема Сорока в поединке с Батэ. Я не знаю, кто выйдет на следующий матч, коллеги подскажут и коллеги направят, но то, что, да, была ошибка результативная, это факт. Совсем другое настроение было у Игоря Николаевича Кривушенко, чья команда, кажется, выбирается из единого турнира на таблице перенства, куда брать сообщения угодили на старте чемпионата. Ну, я уже говорил, достаточно упорная боевая игра. Обе команды стремились победить. Рад, что нам удалось забить, оставить свои ворота сухими. Во втором тайме, когда соперник чуть подраскрылся, большими силами пошел, давление оказал на наши ворота, были неплохие моменты для убегания. Ну, жаль, что не забили. Забили бы второй, игра бы как бы успокоилась. А так, до конца держало в напряжении. Вот, соперник, еще раз говорю, достаточно серьезный, хорошая команда и пытались, пытались давлением, в общем-то, хотя бы забить один ответ на мяч. Ну, еще раз говорю, поздравил ребят, поблагодарил их за, наверное, бойцовские качества, за умение терпеть. Ну, и сказал, что так, шаг за шагом, только будем двигаться, по-другому никак не будет. Ну, наверное, так. Игорь Николаевич был во время пресс-конференции в Кепе, которая, как выяснилось, приносит удачу тренеру. А значит, и всей борисовской команде уже второй матч к ряду. Я думаю, что да, пока погода позволит. Вот, не так жарко, поэтому будем придерживаться. Ну что же, посмотрим, как долго будет действовать эта примета. И еще хочется отдельно отметить болельщиков футбольного клуба «Славия Мозырь» и первичную профсоюзную организацию Мозырского нефтепрорабатывающего завода, которая организовала поездку болельщиков на этот матч. Поездку организовала первичная профсоюзная организация Белхим профсоюза ООО «Мозырьский НПЗ». У нас очень много любителей футбола на предприятии, поэтому, ну, услышали их пожелания. Борисов выбрали неспроста, потому что это в истории футбола белорусского такой легендарный клуб, легендарная арена, где вершились многие страницы белорусского футбола, где яркие победы и эмоции подарили нашим болельщикам в стране. Поэтому съездили, ну, Борисовский клуб – это серьезный соперник. Хотели поддержать клуб, помочь нашим болельщикам из города. Чтобы помочь нашей команде, съездили, поддержали клуб, дали поддержку. Надеюсь, дальше будем выигрывать. К сожалению, здесь проиграли, но верим в команду и дальше болеем, поддерживаем клуб. Другие матчи тура завершили следующим образом. Сморгонь-Ислач – 1-1. Неман-Арсенал – 1-0. Слуцк – Динамом Рест – 1-4. Нафтаново-Полос – Днепр-Могилев – 2-1. Минск – Витебск – 1-2. Гомель – Торпед Белас – Жодина – 0-0. Динамоминс – Шахтер Солигорск – 3-2. И в связи с проведением Жодина 25 мая финала Кубка Беларуси, его участники уже сыграли свои матчи 10-го тура. Итак, Ислач обыграла Минс со счетом 3-0, а Слуцк довольно неожиданно был сильнее Немана – 2-0. На сегодняшний день турнирная таблица выглядит следующим образом. Впереди Гродинский Неман, но по потерянным очкам потенциальный лидер Торпеда – Белас Жодина. Наша Славия Мозырь на пятом месте. Обратите внимание, уважаемые болельщики, что 10-й тур продолжится в пятницу. В воскресенье и понедельник в субботу отдано на откуп финалу Кубка, который начнется в 7 часов вечера. А что до чемпионата, то 24 мая – Витебск, Нафтан, Динамо, Брест, Торпед, Белас. 26 мая – Воскресенье – Арсенал, Баты, Шахтер, Сморгонь. 27 мая – в понедельник Днепромогилев, Гомель. Ну и, конечно, главный для нас матч – это 26 мая – Воскресенье. Стадион «Юность». Начало встречи в 19.00. Славия Мозырь, Динамо Минск. Ну что ж, дорогие друзья, не пропустите воскресенье. В 19.00 стадион «Юность». Славия Мозырь, Динамо Минск. Это всегда бренд, это всегда событие для каждого уважающего себя спортивного футбольного болельщика. И на сегодня это все. С вами было «Футбольное обозрение» Евгений Монархович и Вячеслав Приписнов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин